Еще немножечко о том, как нас пугают Европа и ассоциации с ЕС. По логике российского государственного телевидения, зона свободной торговли с главным экономическим партнером России в мире, сам президент Путин подтвердил на прошлой неделе, что ЕС для России это половина всего торгового оборота. Для Украины почему-то означает неминуемый крах. Это фрагмент эфира программы «Вести недели» на канале «Россия-1» с известным российским и украинским тележурналистом Дмитрием Киселевым в роли ведущего. Украина напоминает лайнер, который сорвался в штопор. Экипаж вместо того, чтобы взять штурвал на себя и сжать на газ, один за одним глушит моторы, заводы и целые отрасли украинской экономики. Пассажиров при этом успокаивают, что Европа уже близко. Осталось чуть-чуть. Было еще много образов и метафор в том же духе. Вот самые яркие. Пассажирам будет больно. Выживут не все. Отказ от российских рынков для Украины, ну как бы это помягче сказать, эвтаназия. Впрочем, и эвтаназия не совсем точная. Эвтаназия это сознательный и добровольный уход из жизни. Но это предательское лукавство. Я бы сказал, неомазепизм. Нынешнее украинское руководство, широко использовав российскую поддержку, стремится сдать Украину Западу. И в конце интервью с советником президента России Сергеем Глазьевым. Другая версия траектории украинского сельского хозяйства после подписания соглашения с ЕС, это то, что украинскую землю засеют рапсом полностью для биодизеля, для биотоплива. А украинский чернозем в вагонах поедет, поскольку для рабства он не нужен, в вагонах поедет на Запад, так как это было во времена Второй мировой войны. Немцы вывозили украинские черноземы. Если российский рынок продовольственный будет закрыт, а это 70% практически украинского экспорта продовольствия идет к нам, то тогда Европа будет определять, что она с Украины будет брать. Ну, наверное, чернозем. Как правило, на подобные высказывания резко реагирует украинский МИД. На этот раз реакции внешнеполитического ведомства не последовало. Как нам объяснили по телефону, появление подобных комментариев – слишком мелкое событие, чтобы обращать на него внимание. Продолжение следует...